Дмитрий Мамин Сибиряк Дмитрий Мамин Сибиряк Не укажешь Летнее душное утро. Солнце поднялось без лучей в кровавом зареве. Воздух стоит неподвижно, точно расплавленный металл. Земля уже две недели томится засухой, дождя все нет. Громадное село Вершинино точно вымерло. Нет обычного оживления, деловой суеты и движения. В воздухе точно висит грозовая мысль о засухе. Широкая улица пуста, и только кое-где у завалена копошится белоголовая деревенская детвора. Некоторые признаки жизни замечаются в двух пунктах. У кабака и волосного правления. У волости стоят две пустых телеги, и привязанных к столбу хромая лошадь. В тени ворот лежит волосной пес Гарька. Он высунул язык и изнемогает от наливающегося зноя. Все окна в волости распахнуты настежь, но эта крайняя мера не достигает цели. В комнате и душно, и пыльно, тяжело. О, такая жарынь навалилась. Изнемогающим тоном повторяет староста во хромее, не обращаясь, собственно, ни к кому. Здоровенный староста вообще испытывает угнетающую тоску, когда сидит за столом. Кажется, дела никакого нет, а тяжело сидеть чурбаном. Вон старшина, седенький и лысенький старичок, бывший содержатель постоялого двора. Тот увяз в дела и читает какие-то бумаги, которые ему подсовывает писарь Костя. Кудрявый молодой человек с зеленоватыми глазами. У писаря всегда дело, и он вечно скрипит пером, скорчившись над бумагами. Хоть бы дождичка. Уныло тянет староста, отмахиваясь рукой от мухи, которая стремится сесть непременно на его нос. Вот бы как хорошо. Ты б шел домой, в охромей, советует старшина. А то зря только торчишь тут. А что я буду дома делать? Здесь-то все же на людях. Право бы шел, продолжает советовать старшина. Делать тебе нечего, ну, бог бы помолился насчет бездожди. Ты у нас за место диакона столько же работы. Старшина ядовитый старичонка. И не упускает случая поязвить добродушного и глуповатого староста. В свободное время писарь Костя помогает ему в этом скромном занятии. И случалось не раз, что разозленный в охромей бросался с кулаками на Костю. И писарь спасал свою приказную душу бегством. Но сейчас в охроме не может даже сердиться. И только моргает заплывшими жиром свиными глазками. До обеда еще далеко. А тут хоть ложись да помирай. В голове в охромея проползает мысль о том, что хотя бы конокрада поймали. Все же развлечение. Кроме начальства, сейчас в волости всего два мужика, которые почтительно стоят у дверей и внимательно следят за писарем, как тот выправляет им новые паспорта. «Вообще ничего интересного». Староста слушает, как храпит сторож и пад в своей коморке, как где-то жужжит муха, как воркуют голуби. Опять скучно. Хоть бы бабы подрались и пришли судиться, или тришку буяну привели, или завернул бы сторож Агап, который вечно жалуется на детьев. Хоть бы что-нибудь откой подходящее. Небось, в ненастье, особливо в осеннюю пору, так всей прут в волости. Теперь ни одна собака не забежит. Чтоб развлечься хоть немножко, в охромея принялся ловить муху. Закрывал глаза и ждал, когда она усядется к нему на нос. Но муха оказалась хитрее и не поддавалась этой уловке. Это невинное занятие неожиданно было прервано топотом босых ног сейчас под окном. Вохромей высунулся в окно и закричал. «Куда вас пострелов несет? Вужие вас!» Промчавшаяся детвора что-то крикнула в ответ и исчезла, как спугнутая стая воробьев. «Куда им бежать?» — подумал вслух Вохромей. «Уж не на пожар ли, сохрани бог?» Точно в ответ на эти слова откуда-то из-за угла вынырнула босоногая белокурая девочка, которая подошла к окну и тоненьким голосом проговорила. «Дяденька, что я тебе скажу?» «Ну?» Девочка перевела дух и ответила. «Максим-то, который печи кладет?» «Ну?» «Максим-то повесился, дяденька». «Чего ты врешь, ты глупая?» «Вот сейчас провалится, повесился, в бане у себя. Наши ребята видели, все туда бегут». «Это печник, Максим?» «Он, он! Ребята-то бегут мимо бани, а в предбаннике голые ноги болтаются. Вот сейчас провалится». «Селантий Парфеныч, слышишь?» Обратился в охроме к старшине. «Чего интересует, девочка?» Отозвался старшина. «А ты с большого тума уж развесил». Это недоверие оказалось преждевременным, потому что прибежал запыхавшийся соцкий и подтвердил рассказ девочки. Впечатление получилось ошеломляющее. В вершине не за десять лет это был всего второй случай, что человек вздумал повеситься. У топленников было достаточно, бабы отравляли мужей, один солдат зарезался, а у давленники составляли большую редкость. Да и печник Максим человек пожилой, не пьющий, справный. Еще недавно он в церкви печь перекладывал. «Что же будем делать?» — спрашивал сполошившийся старшина. «Ах, разбойник! Время-то какое выбрал! Страда на носу, а он весится!» «Вот я ему покажу!» — ругался старшина. «Пойдем в охромей! Живого соцкий вынули из петли!» «Как есть живой, ругается!» Ребята доглядели, Силантий Парфеныч, а то бы удавился в конец. «Ах, разбойник! Ах, душегоп!» Староста в охромее совершенно был счастлив случившимся событиям, которое точно разбудило его. Он быстро шагал вперед всех, так что старшина едва поспевал за ним. По дороге их обогнали еще две стайки деревенской детворы, летевшей к месту происшествия. От волости до избы Максима было всего сажен сто. Пройти по улице к церкви, а потом повернуть направо. «Нет, а ты время-то какое выбрал, а?» — повторял старшина. «Добры люди к страде готовятся, он петлю себе приспособил. Ай, разбойник! Разбойник!» Около избы Максима собралась уже целая толпа, состоявшая из ребят, баб и стариков. Настоящих мужиков было не видно, они точно совестились за случившееся. Изба у Максима была новая, хорошая, и двор хороший, и огород, и всякая хозяйственная пристройка. Одним словом, жил человек справно. Это обстоятельство еще сильнее озлило старшину. «Ежели бы это наделал какой-нибудь пьянчуга, как зарезавшийся солдат или зболдыга Тришка, а то настоящий исправный мужик, у которого старший сын женат второй год, да две девки невесты на руках!» «Чего вам тут понадобилось?» — накинулся старик на баб. «Брысь по домам! Точно на свадьбу сбежались!» Толпа попятилась, но не расходилась. В охроме схватил валявшуюся палку и бросился разгонять. «Убирайтесь домой, бессовестные! С человеком, можно сказать, несчастье они глазеют. Вот уже я вас!» Максим, пожилой мужик с окладистой бородой, сидел у себя на крылечке и не шевельнулся, когда начальство вошло в двор. Это спокойствие немного озадачило старшину, и он проговорил как-то растерянно. «Эт, что Максим надумал-то, ай?» Максим молчал, глядя куда-то в угол. В синях что-то шевельнулось, и послышались сдержанные рыдания. В охроме и уперся глазами в Максима и рассматривал его с удивлением барана, который стукнулся головой в забор. Писарь Костя тоже смотрел на Максима, напрасно стараясь увидать в нем что-нибудь такое, что говорило бы об удавленнике, о человеке, который мог повеситься. Смотрел и ничего не находил. Человек, как все другие люди, Максим всегда был молчальником. Молчал и теперь. «И ты что молчать-то?» Уже с азартом наступал старшина, проникаясь своей ответственной ролью начальника. «Вот сидишь, вытаращил глаза, мы за тебя отвечай. Время-то какое стоит, а?» «Вот-вот все поедут на покос, а тут мертвое тело. Одними понятыми заморили бы, да еще ставь подводы, подстанового, да подследователя, да поддоктора. Это как, по-твоему? Тебе-то все равно, а мы бы не расхлебались с начальством. Одних харчей сколько бы сошло за тебя, за разбойника, и станового корми, и доктора, и следователя. Это как, по-твоему? Да еще храни тебя. Может, и попу пришлось бы платить и за гроб, и за могилу, да еще поп-то отпевать бы не стал. Кабы ты своей смертью помер, так и похоронили бы тебя частью своей домашней. А тут нам же пришлось бы с тобой возиться». Эти хозяйственные соображения подняли в старшине всю злость, и он даже замахнулся на неудачного удавленника. «Надо осмотреть баню», решил писарь Костя в качестве делового человека. «Все по порядку». «Или то осмотреть», — поддакнул Вахромей. «Может, там найдется что-нибудь. Ведь черт его знает, что у него было на уме». Баня была старая, как ее поставил еще отец Максима. Осмотр не дал ничего интересного. Баня как баня. Даже не было веревки, на которой хотел повеситься Максим. «Надо понятых созвать», — советовал Костя. «Составить протокол на всякий случай, да и баню надо бы того опечать». Понятыми взяли соседей. По пути привели жену Максима, пожилую болезненную женщину с убитым лицом. Она как комок бросилась в ноги старшине и запричитала. «Будь отцом родным, села Анти Парфеныч, не погуби. Ничего я не знаю, ничего я не ведаю». «Ай, глупая баба, нашей причины тут никакой нет. А что следует по закону, то Максим и получит». Так как олицетворением закона являлся писарь Костя, то жена Максима переползла к его ногам. Понятые стояли сумрочно, и старались не смотреть на эту жалкую сцену, пока Лохромей не поднял старуху на ноги. Общее внимание теперь было занято принесенной старухой веревкой. Это был обрывок старых вожей и походил на все остальные веревки. Как ее не вертили, в веревке не оказалось никаких особенно зловещих особенностей. Писарь занес ее в протокол как вещественное доказательство, а вышеизложенную веревку приобщили к настоящему делу. Под протоколом подписался старшина, а в охроме и понятые поставили кресты. После этой невинной церемонии больше ничего не осталось делать, хотя все и сознавали, что нужно что-то сделать. Случай вышел, не забы, чай, а всем почему-то было совестно. «А что мы с ним будем делать?» Взмолился старшина каким-то упавшим голосом. «Как его-то оставить?» «Конечно, связать», соглашался в охроме. «Ешь, шоу бежит, пожалуй». Эта мысль почему-то показалась всем самой вероятной, и все торопливо зашагали во двор. Костя нес веревку, завернув ее в протокол. А Максим по-прежнему сидел на крылечке в прежней позе. Старшина почувствовал новый прилив законного озлобления и накинулся на Максима с новым азартом. «Ах ты, идол, отчаян! И погляди, как ты начальство свое беспокоишь! Все, брат, в бумагу описали, а веревка твоя, во, будет над нами тебе издеваться! Да, тоже придумал!» «Чего с ним разговаривать?» Вмешался в охроме и жаждавший тоже проявить свою энергию. «Костя, давай-ка сюда веревку-то!» В качестве специалиста в охроме очень ловко скрутил Максим руки назад и даже для безопасности поплевал в узел. «Ну, теперь трогай!» Максима торжественно повели в волость. Он шел без шапки, опустив голову. В избе раздался громкий бабий вой. В охроме и шел впереди всех и кулаками разгонял толпу любопытных. «Нет, что мы будем с ним делать?» Повторял старшина, чувствуя изнеможение. «А там видно будет, Силанть Парфеныч!» Решил Костя. «Созавелом старичков, пусть они решают! Дело совсем особенное! Ни к чему его не подведешь!» Хлопоты с Максимом заняли как раз все время до самого обеда, чем особенно был доволен староста в охроме и скучавший без дела до тошноты. Неудачник удавленный был посажен в холодную, а начальство отправилось по домам обедать. Около волости собралась кучка любопытных, ожидавшая дальнейших событий. Ответственными лицами прихолодной оставались Кабарник и Пат из отставных солдат и Соцкий с бляхой. Посаженный в заключение Максим не проронил ни одного слова. «Еще сделать над собой что-нибудь?» сомневался и подзаглядывая в дверное оконце. «Эй, Максим, ты жив?» Максим молчал. После обеда начальство выспалось, напилось чаю и явилось в волость уже под вечер, когда свалил дневной жар. В волость уже собрались старички, долженствующие решить судьбу Максима. Все чувствовали себя неловко и потихоньку переговаривались меж собой. Всем было ясно одно. Именно что не иначе, что Максима попутал нечистый, а с другой и закон требовал удовлетворения. Ведь если каждый так-то начнет безобразничать, то что ж это будет? Вообще, чувствовалась важность наступившего момента и еще большая важность предстоящей ответственности. «Но старички надо это самое дело обмозговать», заявил старшина, усаживаясь на свое место. Писарь Костя вооружился бумагой и пером, чтобы писать постановление. Старичкам была предъявлена веревка, и они отнеслись к ней с должным вниманием. Седые и лысые головы внушительно качались, а веревка переходила из рук в руки. Самый влиятельный из старичков бывший церковный староста Сысой заявил первый. «Непорядок, господа старички!» «Уж это шо говорить!» загалдели разом судьи. «Прямо сказать, всех он остромил, Максим!» «А перед начальством кто должен отвечать?» Опять начал горячиться старшина. «Он-то задохся бы в петле мы, отвечай!» «Да еще ж мы его и хорони за общественный счет!» «Да харчи начальству!» «Да протоны!» «Да побыше не стал хоронить самоубивца!» «А пора наступает, страдная!» «Понятых должны были бы измором морить у мертвого тела!» «Вот какое дело, господа старички!» «Уж на что хуже, силантий Парфеныч!» «Страм!» «А надо его самого идола допросить!» Сторож Ипат торжественно ввел Максима. Удавленник был бледен, наспокоен. Он был в одной рубахе, пестреденных портах и босой. Такой упрощенный костюм совсем не вязался с трагическим положением Максима. Он несколько раз переступил с ноги на ногу, Потом почесал одной ногой другую И посмотрел на вершининский ареопак. Что происходило в душе этого человека? Что довело его до мысли о самоубийстве? Ведь было что-то, что заставило его лезть в петлю. И это все чувствовали, рассматривая Максима с озлобленным любопытством. «Наложить на себя руки! Страшный грех, а Максим не побоялся!» Писарь Костя громко прочитал протокол осмотра места действия, А затем Максиму была предъявлена вышеизложенная веревка. «Это что ли?» — срого спросил в охроме. Максим взял веревку, подержал ее в руках, Обвел присутствующих удивленным взглядом и конвульсивно улыбнулся. «Эй, Максим, Максим!» — укоризненно говорил один из старичков. «Вот как нехорошо! И что это тебя попутало? И что это мы, значит, с тобой сейчас должны сделать? Отпустить ведь непорядок! Но отслать тебя к становому закону такого нет!» «Так, Конскентин, озадачил ты нас в боках!» «Что же вы с ним, господа, старички, понапрасну балакать?» — обиделся старшина. «Ведь он-то нас не жалел, когда в петлю лез!» «Эй, постой, Силанть Парфенович!» «Ты свое уже сказал, а надо все по душе, на совесть, чтобы никому не обидно было!» «Ведь и въем в Максиме тоже не пара душа!» «Ну как ты сам-то о себе полагаешь, Максим?» «Это свое качество, а?» Подсудимый переминается с ноги на ногу и запускает руку в затылок. Этот жест обличал очевидно начинавшееся раскаяние. Человек приходил в чувство у всех на глазах. «Ну, Максим, так как же нам с тобой быть?» «По совести будем говорить на полную очистку!» «Устыдил ведь ты нас всех! Руки опустились у всех!» «Ах, Максим, Максим, да чего ж ты нас-то довел!» Потом вдруг произошло общее молчаливое соглашение. Старшина сделал таинственный знак и пату. Максима подхватили соцкие... Через десять минут он поднимался с грязного пола И, поправляя приведенный в беспорядок костюм, угрюмо проговорил. «А то же не укажешь!» И патуносивший пук розок становился, ожидая нового приказания. Но старички только замахали на него руками. Это был тринадцатый рассказ из серии «Сибирские рассказы» Дмитрия Мамина Сибирикона. Напоминаю, что все рассказы по очереди вы можете послушать в отдельном плейлисте на ютуб-канале «Актер Костя Суханов». Этот рассказ для вас читали Константин и Майя Сухановы. С любовью и уважением к слушателю. По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию «Мамин сибиряк» «Сибирские рассказы». Номер карт 4817-7603-1059-6071 – это Сбер. 2200-7001-7829-8104 – это Тинькофф. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. Плюс 7901-715-2788 – мой WhatsApp. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравления для своих близких. Получается очень круто и незабываемо, это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост – это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов. Субтитры создавал DimaTorzok